Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, очи наш, Сергий, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 14 ноября. Память благоверного царя Юстиниана и царицы Феодоры. Святой Юстиниан император Византии был славянин. Он родился в селении Вердяне, близ города Средца, в нынешней Болгарии. Его дядя Юстин, который также был уроженец Вердяны, пешком в одном тулупе пришел в Константинополь. Здесь он, благодаря своим природным дарованиям, быстро возвысился, а потом сделался даже императором. В Константинополе он перевел вслед за собой из Вердяны свою жену Лупкиню, ее сестрой Бегляницею, матерью и управды. Этот управда по смерти Юстины и занял византийский императорский престол с именем Юстиниана. Император Юстиниан известен в истории своими успешными воинами с врагами Византийской империи, а также изданием полного собрания римских законов. Но сверх того, он прославился своими заслугами в пользу христианской церкви и православия. Так он предпринял немало забот к распространению христианства и к искоренению язычества. Закрыв языческие школы в Афинах, он повелел, что у преподавания наук вели иноки. Язычество более всего подвергалось его преследованием в самой столице его царства, Византии, а также и в Малой Азии. С целью обращения ко Христу язычников Юстиниан послал в Малую Азию Иоанна, епископа Ефесского, и тот крестил там до 70 тысяч язычников, а император построил для обращенных до 90 церквей. Наряду с распространением христианства Юстиниан родило сохранение чистоты православной веры. В его царствовании продолжали беспокоить православную церковь Несториане, которые учили, что Христос не был богочеловеком, и что божество только обитало в нем, как в простом человеке. Основатель ереси был Несторий, Константинопольский патриарх 4 века, 428-431 год. Еще более Несториан волновали церковь монотезиты, учившие, что в Иисусе Христе божеское естество поглотило человеческое. Против этих-то произвольных измышлений человеческого разума Юстиниан составил песнь «Единородный сыни и Слове Божий», который повелел петь за богослужением. В настоящее время песнь эта поется за литургией перед Малым Входом. По его же стараниям в 553 году был создан Пятый Вселенский собор для осуждения Несторианских мыслей в сочинениях Феодора Мопсуецкого, Феодорита Кирского и Ивы Эдесского и для прекращения раздоров в церкви. Пояснение. Феодор Мопсуецкий, епископ Мопсуецкий, города в области Килики и Малой Азии. Феодорит, епископ города Кирры, Средней Греции, оба жили в IV веке. Последний написал несколько сочинений во провержении Кирилла, епископа Александрийского, который был противником Нестория. Впоследствии от своих нестарианских мыслей Феодорит отказался и умер в мире с церковью. Ива, пресвитер города Эдесы, был современником Феодора Мопсуецкого и Феодорита Кирского. Пояснение. Собор этот был создан по следующему поводу. Монофизиты после осуждения их на IV вселенском соборе возбуждали волнение в церкви, обвиняя представителей православия в нестарианстве. Основанием для такого обвинения послужило то обстоятельство, что на IV вселенском соборе не были осуждены нестарианские мысли Феодора Мопсуецкого, Феодора, Феодорита Кирского и Ивы Эдесского, из отрицания которых мыслей выходили сами монофизиты. Чтобы отнять у монофизитов повод к обвинению православных в сочувствии нестарианам, и был создан собор для решения вопроса о правоверии указанных отцов. На соборе было произнесено проклятие на учение и лицо Феодора Мопсуецкого, безусловно. Но относительно Феодорита и Ива осуждение ограничилось только некоторыми их сочинениями. Сами же они, как отказавшиеся потом от своих юридических мыслей, не были подвергнуты анафеме. Ревнитель православия Благочестия Истиниан много заботился о богослужении Православной Церкви и о благолепии храмов как мест богослужения. В своем своде законов он поместил, между прочим, закон об обязательном повсеместном праздновании праздников Рождества Христова, Крещение Господне и Воскресение, Благовещение Пресвятой Богородицы и других. Кроме того, Истиниан построил много прекрасных храмов во славу Пресвятой Богородицы, апостолов и других святых. Самым знаменитым созданием Истиниана считается храм Святой Софии при мудрости Божией в Константинополе. Построенный еще равноапостольным царем Константином, этот храм при Истиниане был сожжен во время одного бунта. Благочестивый царь собрал лучших строителей, не щадил золота и денег и соорудил храм на удивление векам по своему величию и красоте. В своей частной жизни Истиниан проявлял высокое благочестие, всегда набожный. Он проводил великий пост в суровом воздержании и молитвах, не вкушал хлеба, а довольствовался растениями и водою, да и то через день и два. Так живя в чистоте и благочестие, он царствовал 39 лет и мирно скончался, о Господи, 14 ноября 565 года. За заслуги церкви и за благочестие он причислен по смерти к лику святых. Вместе с ним причислены к лику святых и его супруга, царица Феодора, которая была сначала грешницей, но потом раскаялась и провела остаток жизни в чистоте и благочестии. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok